Приветствую вас. Я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что такого понятия как правильно или неправильно нет в человеческих отношениях. И что если какие-то вещи происходят, значит они должны быть. И если вы, условно говоря, выбрали для себя вот так, то я не думаю, что мы вправе говорить вам, что это, допустим, правильно, что это, допустим, неправильно. Вот, я не думаю, что мы вправе вам это говорить. Потому что решение это, вне всякого сомнения, только ваше. Вот. Я думаю, я думаю, что за вашим вопросом кроется такая, знаете, надежда. Надежда на то, что отношения можно еще вернуть. Я думаю, так. И в этом, конечно, тоже плохого ничего нет в том, что у вас есть такая надежда. Вот. Вот. Только важно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что хотите вы именно это. С другой стороны, с другой стороны, то, что вы говорите по поводу того, что вам отношений жаль, здесь мне думается, что вы хотели чего-то для себя, что вам нужно было что-то для себя, и нужно вам что-то для себя, наверное, наверное, до сих пор, то есть до сих пор вы в чем-то нуждаетесь, до сих пор, до сих пор вы чего-то, чего-то хотите. И вот здесь нужно понять, чего именно вы хотите. Очень желательно понять, чего именно вы хотите, для того, чтобы и вам, и нам было проще вам помочь. Для того, чтобы и вам, и нам было проще понимать, о чем же, собственно говоря, идет речь. Понимаете? То есть вы испытываете грусть, ёканье сердца, это вполне себе нормальная история, это вполне себе нормальный момент, это вполне себе адекватная тема. Вот. И вопрос в том, что вы хотите делать с этим дальше. Либо вы принимаете, что вы с мужчиной друг к другу не подходите и идете дальше. Либо вы учите строить гармоничные отношения с мужчиной. То есть тут вам необходимо определиться для себя. Вот. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. А если мы говорим о, допустим, таких вещах, как, ну, если мы говорим о таких вещах, как, к примеру, правильно ли это или неправильно, да, то это уже морализаторство какое-то. Я, честно говоря, не думаю, что это, ну, я не думаю, что это то, что может дать вам психолог, я не думаю, что это именно наша задача как психолога, да, не думаю, что это наша задача. Наша задача помочь вам разобраться в себе, наша задача помочь вам увидеть себя, наша задача в этом, а не в том, чтобы судить, правильно ли вы поступили в той или иной ситуации или нет. Вот. Как хотели, так и поступили. Тем более, что у вас есть четкая позиция, что, типа, вот, есть четкая позиция, что это лучше, чем быть врагами за спину друг другу. Вот. Так-то так вот. Я думаю, что нужно смотреть в корень проблем, почему не получилось выстроить гармоничные отношения. Вот. Невозможно выстроить гармоничные отношения, связанные либо с непринятием другого человека, либо с тем, что у самого человека есть какие-то внутренние конфликты. Вот. Вот. Вот с этим, наверное, вам и нужно разобраться. С этим вам, наверное, и нужно поработать с психологом. Вот. Вот. А остальное это просто страта времени, как бы, вашего времени, страта энергии и ресурсов. Ну и, соответственно, психологи, занимаясь подобными вещами, они тоже себя, знаете ли, не красат. С тем, что начинают, допустим, ну, как бы, говорить клиенту, что вот, это правильно, это неправильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.